В мид-гейме, лейт-гейме способов законтрить их. Ну, как бы, да, мы увидели Кэда Морфлинга, у меня была мысль, что, ну, наверняка, Мидуан знает, как ставить матчап. Да, он убил на 4-м левеле в соло Алхимика, но на этом, в принципе, именно контр-Алхимика Марфом подошла к концу. Ну, стоит отметить, что хорошо жали кнопки и одна, и другая команда, ну, просто драфт был слабее гораздо у Сикрет, поэтому они закономерно проиграли, причем без шансов особо. Очень быстро драфт у нас прошел, пока мы вспоминали прошлую игру. Единственная разница в банах — это появление тенью вместо ЦМК. ЕГА взяли все тут же, ферстпик, Венгу, Тим Сикрет, Огр, Пресмирана. В этот раз мы видим уже какой-никакой сетап, но не идеальный, откровенно говоря. Такой себе сетапчик. И ЕГА все так же вивер. И вот сейчас будет интересно. Явно баны здесь поменяются немножко. Я думаю, что забанят, да, вот я хотел сказать, что забанят Урсу в этот раз пупей, потому что Урса закрывает милишников на линии. А это уже, ну, как-никак ломает какие-то матчапы. Я еще думаю, что это может быть выход на Арквардена от Сим Сикрет. Они любят с Огром брать Мирану, там, на оффлейн для Фаты и Арквардена, чтобы было все три кора очень хорошо работающие под бафом Огром. Да, ЕГА пока забанили. В этот раз они сами, кстати, забанили Драквилу. Все еще, кстати, дровка, скорее всего, останется для обоих коллективов. Во второй стадии можем увидеть, в принципе, от обоих коллективов ее. Для ЕГА смотрится все так же хорошо. ЕГА могут вообще ничего не менять. Они могут даже ничего не менять. Они могут точно так же напикать. Потому что, как я понимаю, опять ФП у ЕГА и даблпик у Сикретов во второй карте подряд. Ну, видимо, Пупей сам себе хочет даблпик и что-то не реализует его совсем пока. Ну, по крайней мере, в прошлой карте сомнительный. Ну, не то, что сомнительный. На самом деле, Морф сам по себе был хорош. Здесь проблема больше еще в сайтах. Ну, то есть, но проблема Морфа заключается в том, что вы знали, что у вас проблемы на сайтах, и вы взяли еще и ФК героя в мид, и поэтому и в Морфе проблемы, и не в Морфе проблем. Очень много проблем. Да, главное на даблпике не проиграть в салат на первых четырех драфтах, чтобы твоему пятому не пришлось игру переворачивать. А иногда это бывает просто невозможно одним героем сделать. Ну, если уже, знаешь, быстренько разницу прошлого драфта с Сикретом после ЕГЭ, против ЕГЭ подметить, то у ЕГЭ, как мы и говорили, сайды могут свапаться как угодно, и суппорты могут свапаться как угодно. Это был чуть-чуть не идеальный пик вообще. Да, а у Сикретов было зажато, потому что у них не мог ПЛ стоять против Урсы никак. Посмотрим, как в этот раз он будет с этой ситуацией. Ну, в принципе, уже ушел у нас Урса и Титан, баны от Сикрет, и сейчас будет пик тоже от Сикрет, им явно нужна четверка. Надеюсь, что не будет Урспирит в этот раз. А может, ну, да, это будет совсем плохо. Может, все-таки Рубик не так плохо, несмотря на то, что это вообще не герой этой меты, но, во-первых, это фактор Ябзора, здесь ему взяли Эр Спирита, тоже не самого популярного героя на этом турнире, но из-за того, что он хорошо на нем играет, не побоялся Пупе взять ему. С Рубиком та же история, хороший герой против Вивера, моментальный стан, комбинация получше, чем с Огром под Мирану, воровать Шукучи приятно. Ну, пока это не кролит. Ну, вот теперь я в Пугну все больше верю, если в прошлой карте... От ЕГЭ, да. В прошлой карте я говорил, что можно ее взять, но обошлись и без этого, ребята из ЕГЭ, то в этот раз, мне кажется, Пугна прям must have. А мне кажется, что ЕГЭ могут точно так же взять сейчас... Нет, Феникс может быть, опять же. Феникса, да. Ну, разве что вот Урса не будет, и все. Как бы Пугна Феникса, но на самом деле не такой еще плохой, потому что, опять же, у тебя может быть Феникс плюс Вивер налет. Ты так же совапаешь линию абсолютно, как в прошлой игре. Да, все верно. Еще вот, кстати, по поводу Рубика хотелось отметить, что это слабость на линии, но, с другой стороны, Сикрит могут и втроем стать. Никогда в этом не должно быть никакой проблемы. Ну, ты просто начинаешь втроем, Рубик там получает второй, третий, и уже не выглядит так плохо с первых левелов эта линия. По крайней мере, мне так кажется. Ну, Рубик на первом левеле не так плохо в принципе сейчас в концепции дабл-лайнов. Минус 20 урона для двух героев. Это очень солидно. Учиться в ее пониженной монокол. Я имею в виду, что, тем не менее, относительно остальных он послабее выглядит. Ну, да. И Undyne появляется. Интересно. Чем не устроил Феникс, учитывая, что вроде как баны все те же. Тут даже, знаешь, интересный вопрос, Undyne для чего? Все же мы обычно привыкли видеть Undyne именно против странжевых героев. Здесь, конечно, тамбу не сказать, что прям вау, чем убивать есть, потому что нету Урсы, нету Пэйла, нету Визажа. Это одни из ключевых героев. Ну, Вивер тоже хороший. Спектра, скорее всего, для ЕГЭ. Ну, то есть... Да, да, да. Либо странжевик, ну да. Либо нужен жесткий кор, которого ты должен обезопасить на линии максимально. С помощью этого самого зомби. И хорошее предложение от Егора. Это может быть спектра. Ну, это самый разумный вариант. И тогда уже Вивер становится оффлейнером для С4, как он и был в прошлой игре. Сикрет явно должны держать в голове эту спектру. Возможно, сейчас они рискнут, скроют кора снова рано, как и в прошлый раз. Ну, если кора, то уже ТБ, если ты подозреваешь спектру, правильно? Не хочется на дабл пике, на четвертый пик отцеловать кора. Значит, воет. Воет, причем не так плохо, на самом-то деле. Вот если посмотреть так на драфт в целом. Конечно, непонятно, как по корам будет, потому что воет не про фастерана. Для Сикрет, да. Нет, шляпа, потому что есть венга уже, да. Пока Рубик. Я же говорю. Тот самый, тот самый Рубик для Евзоров. Арена ликует. Я ликую. Мы увидим Рубика против... Но инспектора должна появляться, на самом деле. Да, инспектора должна появиться для ЕГЭ здесь. Все. Все по плану. Вот сейчас, на самом-то деле, у Сикрет очень круто, потому что Патма может быть 1-2-3, Некрофос 1-2-3. И они могут закрыть чем угодно, в зависимости от того, чего им нужно. То есть там Итера Блейд. Опять же, про Мипа нужно помнить. Можно самим Алхимика взять. Но я вот, кстати, боюсь, что могут ЕГЭ снова взять Алхимика. Конечно, против Некрофоса это не самый лучший герой, откровенно говоря. Но тем не менее. Если стратегия уходит... Да, и здесь некому собирать весел совсем у команды Сикрет. Ну, Рубику как-то быстрый весел не хочется. Хочется Блинк или Форстав. Но здесь они будут давить Алхимика именно за счет Некрофоса. Поэтому... Нет, дровка. 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 Ну, да. Мы про нее говорили на первой карте. Очень много сказали про нее, что она может появиться опять в этой карте. Та же ситуация, в принципе. Ну, дровка. Вот не знаю, мне не очень нравится дровка с зомби. Ну, почему не с Бэйном? Как по мне, Бэйн поинтереснее персонаж, чем зомби. Лишний дизейбл. Пан-шторм от Сикретов, иначе грустный, если честно. Да, да, да. Дизейблов совсем у Сикретов нету. Это даже не то, что дизейблов. Просто вивер, дровка, они вот сами по себе не 100% выиграют игру против какого-то хорошего ласпика. А со Штормом я прям вижу... Ну, не вижу вариантов... Слиной, в принципе, тоже нормальный у ЕГ. Да, неплохо. Но я имею в виду Шторм, это прям, знаешь, это вот прям вообще нет ответа. Это потому, что нету дизейблов у Сикретов, поэтому Шторм совсем ультимативное оружие. Не знаю, могут не отчаиваться ЕГ, взять Лину спокойно. Могут даже Темпларку какую-то взять. Темпларку лучше забанить и взять Лину. Да, Лина... Это выбор ЕГ сейчас. Знаешь, на самом деле, почему лучше Лина, а не Темпларка? По причине того, что у тебя будет три физовых кора именно однотипных. Вивер, дровка и... Ну, да, Лина, хоть какой-никакой магический проказ против Некролита, стан под свап, например, или... Ну, у тебя просто второй стан появится в команде, это здорово. Ну, не удивлюсь, на самом деле, от того, что ЕГ сейчас возьмут и нейтрального героя, не обязательно брать рейнджа. В принципе, дровка и вивер тоже могут сыграть как ДПСеры и, соответственно, взять какой-то мид полустан. Ну, то есть, пак мне в голову пришел почему-то. О, ну, это как мой Рубик в голову. Примерно так же пак в голову. Да, пак вообще, ну, раньше, когда аура дровки давала 6 урона на первом левеле, пак под дровкой в миде это была грозная сила. У пака, в принципе, сейчас урона не так мало. Он, относительно других рейнджевиков, очень хорош. Но из меты совсем выпал. Хотя, по сути, тот же самый пак. В лейте с талантом на 420 гпм. Что угодно собирает. С руки расстреливает. Комбинация свап-дримкоил всегда есть в боте. Да, да, да. Комбинация гаст-дримкоил. Да, очень много. Но, опять же, с паком немного рискованно, потому что совсем нету фронтлайнера и прям дикого-дикого лейта. То есть, ты должен будешь просто за счет доминации, за счет ротации по карте выигрывать. С той же линой ты просто в полуфарм играешь. Но тоже нету, конечно, танка. Ну, да, тебе тяжело драться, но ты фармишь лучше. И в случае победы в драке ты быстро забираешь Рошана, быстро забираешь там вышки, сторону, если надо. Они уже очень долго думают над баном в ЕГЭ. Ну, видимо, они... Ну, потому что им, в принципе, все равно, потому что... Забанили Бруду. Они банят плюс пикуют тут же. Бан Бруды. Ну, резонно, кстати, да. Вот мы совсем забыли про него. Они, на самом деле, скорее всего, думали, знаешь, там, условно, Мипа, Аркварден, Бруда. Вот что-то с этого троих, с этих троих героев. Они выбирали, что же будет самое тяжелое оружие для Team Secret. Ну, вот они еще думали, брать ли им самим Темпларку, потому что, если бы они брали Темпларку, они бы не банили Бруду, очевидно. Они бы забанили, наверное, Мипа, кстати говоря. Кстати, Мипа, вот, до сих пор, мне кажется, для Secret может заезжать. Да, неплохой драфт. Интересно. С удровкой не часто видишь его. На самом-то деле, это в какой-то степени такой next-level пик против Мипа тоже. То есть, они не держат в голове явно этого героя. Это круто, действительно. Я согласен. Но, мне кажется, Secret это не испугает. Если они хотели Мипа, их это не напугает совершенно. Я думаю, Аркварден будет, на самом деле, для Secret. Тоже, да. Ну, мы про него говорили, что они могут хоть в первой стадии его взять на прошлой карте. На этой карте тоже под Огро. Говорили такой момент. Да, им нужен герой, который выиграет им игру. Потому что Мирана и Некор, это, ну, такие, полу-полу. Это не полноценное средство. Хотя, при этом всем, у ЕГЭ, на самом деле, просто замечательный пик. То есть, знаешь, даже если будет Аркварден, я не могу сказать, что тут для Secret будет халява. Потому что, все же, лайны пока за ЕГЭ. Потому что, ну, дровка зомби проживут. Вивер, Винга, это сильно. И Гера в миде, он там постоит, возьмет ботл, пойдет с уронами, куда-то ромить. И здесь он, в принципе, сильно может на ромить. Потому что Агра легко убивает, Некрофос медленный. Рубика тоже достаточно просто. И только Патма пока липается. Ну что, Мипа или Аркварден? Тинкер вообще. Ну, в принципе, всегда так. Бывает, что когда нет станов, можно взять Тинкера, чтобы он в соло выиграл игру. Да, это третий вариант героя, который в соло может выиграть игру, помимо Мипа или Арквардена. Очень крутой пик, на самом деле. Мне нравится. Мне интересно посмотреть на противостояние. Очень. Давай, Secret, ЕГЭ. Уф. Ну, я бы сказал, все-таки ЕГЭ, наверное. По скилу или именно как-то по драфту? По скилу они играли одинаково примерно в прошлой игре. Ну, просто настолько слабее был Draft Secret, что ничего они не могли противопоставить. Здесь линии за ЕГЭ тоже. И мне кажется, они разобьют свою доминацию. И тут нужно Тинкеру выиграть одному. Вот если у него игра пойдет и все у него сложится наилучшим образом, он сможет выиграть эту игру. Тут, ну, действительно игра ЕГЭ против Тинкера. Ну, так тебе кажется, что не будет у него хорошей игры? Думаю, что нет. Думаю, что все-таки ЕГЭ задавят и лучшат тэтлайны. И в конце концов найдут ему управу. На него управу. Хорошо. Но мне на самом деле кажется, что будет как-то хорошо все Тинкера. Все же он стоит против Гирокоптера. Это не прям, вау, герой прессинг. Да и в лес особо забегать пока непонятно кому. Мы сейчас ожидаем в очередной раз интервью с тренером одной из команд. А в прошлое... О, идет. Да, идет товарищ Бульба. Я вот не был уверен, к сожалению, идет Бульба. Теплые аплодисменты ему идут. Спрашивают по поводу драфта по сравнению с первой игрой. Он говорит, что есть шанс все равно, что может быть третья игра, но он не хочет много говорить. Он говорит, что не хочет ничего плохого, он говорит, просто попробует сыграть, будут уверены в себе. И говорит спасибо фанатам и Канаде. Какой первый приоритет в этой игре по поводу того, как идти игра будет. Говорит, что все очень лежит на плечах Крита и обзора. Он говорит, что все могут что-то сделать в этой игре. Приятные такие позитивные вайбы от Бульбы доходят мне лично в залу. Ну, а мы будем передавать слово комментаторам, Виктору и Виталию. Великолепное интервью от Бульбы, как всегда, просто великолепнейшее интервью от Бульбы, когда у тебя спрашивают дефолтные вопросы, ты дефолтно отвечаешь. На самом деле он абсолютно прав, их ждет еще третья карта, поэтому рассказывает, что мы взяли того героя, потому что мы хотели взять того, либо не того. Это не имеет никакого смысла, так что Бульба красавчик. Но у нас действительно начинается вторая карта этого поединка, и это последний шанс для команды из группы Б хоть что-то вырвать у команды из группы А. Потому что на данный момент первое место группы Б проиграло 0-2 VGJ, второе место группы Вавертус проиграло 0-2, третье место группы проигрывает 0-1, четвертое место проиграло 0-2, пятое проиграло их, шестое проиграло, они все проиграли, кроме Team Serenity. Ну, вот пора бы с Секретом, наверное, собираться, но посмотрим, как выйдет. Ну, слушай, этот пик у Секрет намного сильнее, я бы сказал. То есть я смотрю, есть Тинкер. Добраться до Аганимы, вроде как против физ ДПСов все неплохо смотрится. Попадаешь лазерком, ему же намного сложнее наносить какой-то урон. Появился какой-то гирокоптер, которого я пока не особо могу понять. Все время я его видел вместе с Виспом. Да, буст, дроу, рейнджер, это здорово, но... Как-то слабовато он выглядит без Виспа. Ну, и он пошел. Лазер, понятное дело, в Сумаилу, тут же ответная ракетка. И это будет постоянная такая перестрелка здесь в мид-лейне, мид-лан, конечно, на Тинкере, Сумаилу, на гирокоптере, мид-ом. Ну, интересно, интересно, конечно, как это все будет выглядеть. Интересно, смогут ли они, я имею в виду Секретов, создать давление на дроу-рейнджер, потому что, ну, наверное, это довольно важный элемент игры. Ну, и опять-таки в легкой линии мы видим здесь, ну, наверное, попроще должно быть Айса в этом матче. Намного проще, да, Свой здесь не может так загнобить. У Айса есть постоянный подхилл. Да и Огармаг, который идет и разменивается по хитпоинту, потому что у него очень много здоровья, хороший армор. Крит, конечно, тоже не обделен. Ну, посмотрим, как будет выглядеть. Многое зависит от Ферстблада. От скорости появления аквилки на этой линии. Старый, добрый Огармаг, скучая за этим Огармагом, мы видим, пикаешь Огармага, и сразу тебе хлопает в ладошки, он, когда его взяли, Шекера, когда пикает, мы помним, он бревном. Лупил в этом году, не помню, брали Шекера в первом матче, лупил ли он бревном вот в этом дополненной реальности. Я вот не могу припомнить, либо не показывали эту дополненную реальность, а жаль. В общем, хороший герой, хорошая линия, хорошая задумка. У Секретов, посмотрю, как будет дальше. Три куры игрока ЕГЭ входят в топ-11 по КДА среди всех участников Интернешнла. Интересно, что Ябзор имеет наибысший КДА среди всех игроков своей команды. Ну, показатель КДА, он довольно спорный, только потому, что в топе на первом месте по КДА, по-моему, до вчерашнего дня, находился игрок, который уже вылетел с этого турнира, и он даже не коры, даже не оффлейнер, это диджей. Это же игра не про ласт хит и убийства, игра про снос трона, поэтому... Да, здорово, когда игрок может очень много убить. Убивать, мало умирать, много ласт хит и дед найт. Мы сегодня резолюшну можем вспомнить, который на вивере просто в соло вырезал всю карту на протяжении получаса. Ничего этого не удалось. Когда-то хороший, все здорово, но трону резолюбал. Да, 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 но это показывает немножко стиль игры команды Evil Genius. Действительно, в три кора полноценных играют они постоянно. Огромный, огромный пласт работы лежит на плечах, конечно же, двух саппортов. FlyCrit делает очень много работы, и это, ну, это понятно, это заметная игра. Да, игра у команды идет очень хорошо. В этом матче мы не увидим вот такого лютого перефарма. Я думаю, в этом матче будет не так все однозначно с самого начала, как было в том. Я думаю, здесь у нас будет очень серьезная борьба. Ничто не давит на Team Secret. Абсолютно ничто. Нет никого Алхимика, который сгонит, спошел его в террор. Сфо надо отступать. Шикучи еще в КД. Хороший бодиблок, иллюзия. Сфо использует тики. Его могут обететь. Тверзг от исполнения Пупея. Пупей великолепен. Пупей просто великолепен. Он отблочил свои иллюзии. Он не дал пробежать Сфо. Да еще и ФБ забрал. Просто шикарно отыграл здесь Климент. Ну и 1-0 в пользу Secret. Скажу честно. Я хочу третью карту. Я хочу больше доты. Хочу посмотреть третью карту. Единственное, ну вот не хватает нам доты. Одна Best of 3 серия в день. Ты только начинаешь расходиться, разогреваться, скажем так. И она заканчивается. Потому что все по 2-0 играют. Ну пока-пока мы видим в первом раунде все однозначно. Понятное дело, что в дальнейших раундах все будет не так. Легко и просто. Скажем так, напомню, что после этой игры нас ждет еще 2 матча за жизнь. Сегодня с турниром попрощается еще 2 коллектива. Сиренти Оптик играет в Virtus.pro Mineski. Ну и 2 из этих 4 команд сегодня перестанут. Сейчас это турнир спорит. Еще у него смерть? 2 кг для Пупея. Великолепный старт. 16-17 уже 5 у Эйса. Крепстат на этой линии. Но это реально очень хорошее начало. Да, ты посмотри на Негров, который имеет 18 лет. Все здорово. Не могу сказать, что он в центральной линии все ровно идет. Там почему-то герокоптер обходит тинкера. Причем по днаям. 9 днаев у Сумаила. Это Сумаил. Это просто-напросто Сумаил. Нет. Ну, Мидван будет разгоняться. Понятное дело, что с левелом будет ему попроще. Немножко стоять не так. Легко будет Крепстатить, Крепкилить опять-таки тому же Сумаилу. Но с другой стороны Сумаил. Расстрел, Нидвана. Боже, как же лоу-хп уходит. Почти хватило Барейджа. И Пупей сюда подтягивается с дабл дэмэджем. Решил помешать здесь. Сумаилу может просто идти и торговать лицом, скажем так. У него два фрага есть. Он сейчас будет ласт хитить. Фата. Отбежал подальше. Есть Телекинес. Подтащили. Хорошая стрела. Пошел Фейтболт. Сарштором. И Дроу Рейджер оказывается в таверне. Не-не-не, Флай не пробил. Флай жирный. Действительно, там есть Дикей и стаки. Поэтому нет смысла сюда бежать. Но третий килл. И киллы не на саппортах. Что самое главное. Два фрага на оффлейнере. Один фраг на Артизии. Это именно то, что нужно в начале этой игры с Сикретом. Однозначно. Нужно постоянно давить. И Пупей пришел в мид. Бросил огня на голову Сумаила. Говорит, не дай мне тебе просто так стоять. Даже в моменты, когда мидван летает на базу для того, Забирает две рунки. В этой игре не настолько важен, конечно же, контроль. Как это было на прошлой карте. Но все-таки все равно. Мы понимаем, что баунти руны это то, что надо. И это то, с чего лишние денежки никогда не бывают лишними. Да, особенно Тинкеру. Его задача максимально быстро получить травела. Поэтому эти баунти руны, они... Ой-ой-ой, заход. Будет ли лазер? Сумаил пытается уйти. Хватит ли демжи? Съел фарифайр. И решил мидван не кидать ни ракетки. Лазер еще был в кд. Понимал то, что демжа не хватает. Зачем тратить ресурсы? Все правильно было сделано. Действительно, Исумаил прекрасно понимал, что если он не скушает фарифайр, То, скорее всего, рокет полетит вместе с лазером. Либо просто рокет. Ну, и так же понимал мидван, что там уже скушает фарифайр. И не добьет снизу. Эйц. Ну, это пока шрауд. Есть хил. Пытается жить. Смотрим. Нужно еще немножко демжа. Жук висит. И у Эйца огромные-огромные проблемы. Он должен погибать. Хороший фраг на нижней линии. Все здорово сделали. Имелось еще 10 стиков у СВО, 8 стиков у Крита. Готовы были пойти, если надо, под вышку. Хватало все. 27 на 9 у Дроу Рейнджер. Самое важное получение сейчас 6 уровень. Ну, как Крит пытался опять воевав-террором украсть этот фраг, немножечко у него не получилось. Ну, может, он на КДА и как раз так играет. Может быть, может быть, да. Почему бы и нет. Статистика хорошая всегда, всегда имеет смысл. 3-1 счет. Игра сейчас, наверное, успокоится по линиям. Хотя у Гармага я все-таки ожидаю опять видеть в этой линии. Так, Сумаил продолжает хуминг-миссу вот эти пускать в спину Мидуану. Мидуан. Колдаун. Есть стан. Не может уйти. Очень хороший фраг. Очень хороший фраг. Это здорово. Вовремя 2 ТП, к тому же. Смерть и Тинкера, они всегда неприятны. Да, ульничать. Потому что травела отодвигаются. Так, у нас 6-ая минута. Купей забирает урону регенерации. Приятно было бы, конечно, в Angerful Spirit ее найти. Да кому угодно, да. Ману просто восстановить, тому же Сумаилу в миде. Ему не особо там комфортно без маны сейчас будет стояться. Нужно искать Флайя, она там пытается убить. Флай, надо убегать. Флай, есть Тики, есть. А Сол Рип отхиливается он, все нормально. Ну и Фатер тут получает несколько стрел от Артизи по спине. Вынужден отбежать. Пока несколько стрел это не так смертельно. Но вот как только у Артизи появится 6 уровень и какая-то там ПТшечка, то такое количество стрел это фатально. Согласен. Да, согласен. Несмотря на то, что у Фатер на данный момент самый большой крепост на карте. 2500 тысячи. Мы понимаем, что он пока особо убивать не может. Пока все-таки дэмэджа стручники маловато. А дальше еще его смогут убивать. Ну а вот он Пупея бегает, радуется жизни, в миде помог. Только ушел он в миде, кстати, убили тут же Эйса. Поэтому надо Пупея, наверное, все-таки как-то более, не знаю, больше внимания определять, собственно, своей легкой линией. Для того, чтобы Эйс тут, бедный, не страдал. Так как он пострадал пару минут назад. Получит шестой. С таймлапсом, я думаю, чуть чаще будут рисковать, тковать здесь. Что пока не особо хочется лезть. Да. Герокоптер. Кулдаун откатился. Ну, кстати, посмотри. Несмотря на фраг на центральной линии, 1700 на творчество герокоптера и две стоутингера. С4. Бежать, спасаться. Пошли стики. Есть Жуки. А побить, а там есть атака, все нормально. С4. Ой-ой-ой-ой. Надо было все-таки бежать прямо. Решил он, я не знаю, что он решил, что в кулдауне Деспуль, что ли. Ну, я не знаю. Остановился, в общем, Густав и моментально был за это Эйсом наказан. Это огромный плюс для Эйса, потому что он зарабатывает неплохо денег, выходит сразу же на второе место по Нетворсу. Ну и у Сикрет начала хорошее. Сумаил ротаться на нижнюю линию. Посмотрим. Надо начинать, конечно, с Хоминг Минесла, есть у него колдаун. Если что, будут ли ловить Эйса, должны его ловить. Нет, даже ракеты нет. Неужели не пойдут? Не пошли. Что, будут пушить тогда? Зачем здесь Сумаил нужен? Это потеря много времени. Это реально очень много времени здесь потеряно Сумаилом. Сумаил на центральной линии показывает иллюзию. И, возможно, сейчас Сикрет думает, что здесь не настоящий герокоптер. А, это чит. Ну, сейчас они должны понимать. Ну, сейчас пойму, да. Уже потом уже должны понимать. Все, проверил Динкер. Все, дал информацию, можно возвращаться сюда. Идея была великолепна. Ты знаешь, с этой иллюзией, что вот так вот, типа, я взял две иллюзии, отправил на нижнюю линию. Действительно, было умно. Но не смогли они удивить. Сразу же Эйс испугался, начал бежать. Ну, а по тавру уже давить совсем-совсем не хотелось. Вот, две иллюзии Сумаила вернулись в мид. Постоят вместе с ним здесь. Ну, и Сумаил будет дальше фармить. Ну, немножко проседает. Даже я бы сказал бы, не немножко. На шестом месте он по фарм. Ну, не самый привычный герой, конечно, у Сумаила обычно. А мы его видим немножко на других персонажах. Я не уверен, что на этом турнире он вообще на Гирокоптере играл. Точнее, я уверен, что не играл. Почему-то хоть не все игры игры, я помню. Роу. Рядом с Артизи проходит, что хотят атаковать. Есть Курьер. Зацепили. Сфо. Неплохо бы использовать таймлапс. Успевает. Коса уходит никуда. Фуловый будет Сфо. И можно догрызать здесь Пупе. Надо несколько ударов. На топе тем временем разобрались с Ябзором. Эйс пытается как-то помансить здесь. Нужно побольше дэмэджа сейчас. Будет ли еще этот... Нет, стана открыта не будет. Надо, надо, надо бежать. Наверное, Сфо. Нет, вот он стана открыта. И... Хватает дэмэджа. Хватает. Десятые минуты. Еще и баунти руны появляются. Их можно забрать. Руна регенерации находится на нижней линии. И забирает ее Тинкер. Делает тут же ТП. Тинкер делает ТП с простого ТП. Да, все-таки пока еще с простого ТП. Нету у него на данный момент револ. Да, только 1200 монет. Я уж подумал, что может быть у него уже имеется. Но нет, пока он просто реармит простого ТП. Да, и все. И правильно, что быстро возвращается в медлинию. Денег это, конечно, не стоит. Так много. Крит. Больно. Криту. Ябзор. Ой, у Ябзора огромные проблемы. Ажукли его не догрызет. Надо Сфо постараться пробежать. Нижно не будет. И слепую не попал. Не прочитал. Был близок. Был близок. Ну, тут угадаешь, нет, куда пойдет Ябзор. Отпевает Шрайн. Там, кстати, ворованный Вейвов Террор. В идеале, конечно, украсть Шикучи. Это очень крутой спел для Рубика. С него можно инициировать. Просто эскейп постоянно имеешь. Это круто. Сумаил. Снова на нижней линии. Восьмой уровень. Стики есть. Фейрифайр имеется. Начинает давить Сфо. Может быть, Жуков повесить на Айса? Ну, да. Пока нет ультимейта Мираны. Нужно им этим пользоваться. Вообще, кстати, ультимейта Мираны будет проблемой. Будет ли Тамба. Вот она Тамба. И Тавр сразу же, наверное, нужно постараться забрать. Пол вышки здесь битых. Флай с Сфо могут немножко потанковать. Вейв крипов там будет остановлен. Ну, и Сумаил тут увидим. Да, все хорошо. Все правильно. Первая вышка сейчас упадет. Пока фортификейшн. Пытается выиграть немного времени. Артизи. Тучи сгущаются над ним. Пошла ракетка. Подходит в Топупе. Есть замедление. Пошел стан. Вейвовтерова ровный от Ябзора. Телекинез. Ну, не уйдет, наверное, отсюда Артизи. Ну, нормально, нормально. Это, кстати, огромный шанс сейчас для команды ЕГЭ, чтобы дать стачи. Или не пойдут? Не пойдут. А что Сфо сделает кусаками? Жуков повесил? Это просто сейчас дополнительный фарм будет, если бы они повесили. Ну, он еще и не попал ни по кому. Поэтому, наверное, это даже плюс для Густава, то, что он не попал. Тер-1 на Тер-1 разменяли. Про Фату вообще забыли. Фата наверху фармит. Ты посмотри, какие агрессивные вартики появляются у ЕГЭ. Там и между Т1, Т2 и Лиса. Это готовы ловить, я так понимаю, тинкеры, которые будут ходить фармить. А почему бы и нет? Интересно. Как бы у них герои для этого придуманы сейчас. То есть, как бы Дроу Рейнджер дает себе ауру и все отлично. Остальные набегаем. Дровка Винга, рейнджевой вивер, рейнджевой гирокоптер. Можно очень неплохо настреливать. Ну и Флай, задача которого понятна. Он играет на Андайинге. Он увидел, как вчера Оуэсвана Флай поиграл на Андайинге. Решил, что почему бы мне тоже не поиграть на Андайинге. Какой-то пайп, наверное, надо заражить. На Андайинге? Да. Идеально будет собрать хут. Это ты так серьезно заявил. Для Флайа это очень серьезная задача. Да, да, да. Него не спорят. Но они вышки должны забирать. Просто ходить по всей карте, забирать товара на этом. Зарабатывать. Ух ты. Сикреты используют смоки реже, чем любая другая команда на Интернешнл. В Миде просто разорвут сейчас. Эйса, скорее всего, да, залетает еще Рокет. Расстреливает его. Легкий, легкий килл. А никуда не деться. Много контроля, много замедления. Стоит этот тамбак, который невозможно сейчас поломать. Фата в это время активно сплитпушит топ. Готовы принимать здесь врагов. Притаились за Т2. Значит, очень много игр. Я видел отваты именно таких вот на групповом этапе. В переигровках против Ньюби. Где вот он брал под Мусвою. Он ее реально много раз на этом турнире брал. И где просто в АФК режиме он делал все, что хотел. Так, свап на свап. Я обзор. Пытался уйти красиво все делал. Я обзор. Но Критай все-таки забирает. И проблема у Мидвана. Мидван тоже может умереть. Мидван. Дабл килл. Глстал Магнусен. У СВО была Аркейн Рунау. Он мог постоянно использовать Шикучи. Поэтому и пошел просто боковать за тинкером. Таймлапсом вернулся. Он все равно быстро откатится. Флайк готов здесь погибнуть. Ничего страшного. Он пытается задинаиться. Каса нет. Тут шансов не остается. Причем на 40 секунд с лишним отправляют его в таверну. Может быть, если бежал бы прямо, было бы покруче. Потому что убивал бы его тогда Фата, а не Эйс. И сидел бы в таверне поменьше. Но не столь важно. Так вот, возвращаясь к Фате. Действительно, 5 стон Эдворса. И мы ни одну игру видели, где он превращался в такого себе игрока первой позиции. Ни в коем случае ни второй, ни дай бог третий. И именно на нем строилась вся игра команды Сикрет. Здесь очевидно, что план А это тинкер. Но до плана А, до плана А, дотащить команду как раз таки должен именно Эдриан на своей Миране. Этим он и занимается. С4. Есть руна дабл дэмэджа. Непрочно, наверное, подраться сейчас. Статов достаточно за счет дровки. Вид Эйса и Эйса в соло не убить. Он уйдет просто в гост. Восполнят стиками. Дэд пульс есть. Так что сложновато будет его убить. А вот если кто-то подтянется. Какие классные варды, конечно, стоят. Показывают все, что есть. Но тут рядом еще два героя. Варды просто шикарнейшие. И в любом случае ЕГЭ хотят здесь подраться. Потому что понятия не имеет Сикрет, что здесь есть Вижен. Они поставили, мы видим Сентри Вард на линии. Ничего там не нашли. Вот он Эсфо. Он с дабл дэмэджем. Он с дабл дэмэджем. В кого вгрызаться, думает Эсфо. Вгрызается по Эйса. Повесил Жука. Эйсу придется как-то сейчас в соло пытаться выживать. Здесь параллельно так разделяется две части. Про пупеи можно уже забыть. Эсфо прогоняет и обзора. Уходит таймлэпс. Ну, минус пупеи. Остальные, остальные, наверное, все-таки не вбяжутся. Лучше не стоит. Тамба стоит, до нее не будут. Видите, Аро пролетает мимо Флая. Совсем близко. Пошли ракетки. Тамба все еще стоит. Здесь дровка. Постреливает по Т1. Пока зомби не подпускают крипочков, падает вышка, достается на Артизе. Все неплохо. 300 дэмэджа у Сфо. Куда ж вы лезете? Тут ни в коем случае нельзя встревать в драку. С дабл дэмэджем под аурами очень-очень неприятно. Нужна еще венга. Нужен еще талант на ауру и венги. И вы понимаете, насколько больно будет эти все парни дамажить. Интересное решение от Некрофиса. Он будет собирать Блэйд Мэйл. Он понимает, что его фокусят в основном физдэмэджем. Ему надо как-то переживать. Вей оф террор зацепили. И вот уже и пупей будет рассыпаться, потому что дэмэджа с руки очень много. Станчик хороший. Мультикас пошел. Пупей. Пошли жуки. Будет ли просветка. Есть просветка. Обзор пытается уйти. Свап в толпу. Ну и минус два от Evil Geniuses. Очень много каких-то совсем экстренных решений, скажем так, принимает секреты. Ну то есть, опять-таки, вы видели, что два, как минимум два героя цепанули пупея. Какой смысл подсейва от Ебзора, они совсем не понятно. Поэтому вот, наверное, все-таки лишний вот этот был, вот эта смерть, лишний вот этот был от Ебзора. Надо им как-то успокоить игру. У них было классное начало, но потом немножко растерялись. Потом немножко начали у них страдать некоторые моменты. И вот уже позади они. Вот они уже позади. Вот аура дровки работает все лучше и лучше. Появляются все круче артефакты на дэмэдж у Гирокоптера, у Вивера в первую очередь. Да, Вивер будет сильнее и сильнее. Десятый уровень. Взял талант на... Ой, опять у Флая перед носом. Просто магнитит эти стрелы. Он все контролирует. Опять калькуляет этот тот самый? Он просто смотрит, как они пролетают мимо. Это же Флай. У него действительно все-все-все просчитано. Две тысячи пока преимущество. Семнадцатая минута этого матча идет. Ворды по-прежнему в чужом лесу стоят. И упадут они, конечно, очень скоро. Где-то через минутки полторы. Но как же много пользы эти два ворда. Рошанчик под минусер. Морго и офтером второго уровня. Пошли жуки ставятся там баты. Посмотри, как он быстро падает. Там еще Флай нажал форму. СФО готов потанковать. У него есть 10 стиков. Жуки пока висят. Да, по-моему, не успевают сюда Team Secret. И Рошан может достаться ЕГЭ. Без боя. Мне кажется, они даже не думают, что сейчас и Волчимисис. Вообще на карте нет трех героев. Надо подумать об этом. Потому что три героя, даже четыре героя. Дали скан. Дали скан. ЕГЭ забирает 76% Рошана в сейфе. 76%! Ааа, Team Secret 33. Ааа, Team Secret 33. Какая-то ненормальная цифра на самом деле. Но вот они и Волчимисис. Не просто так. Они показывают такие результаты. Пока показывают такие результаты на этом турнире. Посмотрим, как оно будет дальше. Как бы они сильны не были, напомню, что на этом турнире они уже проигрывали. Две карты проиграли у Liquid в группе. Проиграли одну карту у команды, которая уже давным-давно вылетела. Это Invictus Gaming. Так что можно бороться с ЕГЭ. Артизия. Стоит. Думает о чем-то. Очень приятно. Ааа, успевает. Успевает Артизия. Он увидел этот телепорт. Решил отступать, а Арава пролетает рядом. Все, они не знают ее. Ну и можно улетать. ТП лучше кставать. Артизия. Знает, что он там. Ииииии... Ой, долго Артур. А я так понимаю в курьере только ТП прилетело. Да, 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 да. Долго-долго это делал Артур. Знали, что он здесь. Артур понимал, что не знает. Понимал, что выбегать куда-то на... Это ГГ кричит Артур. Говорит, да что за беспредел. И Тавра на топе. Наверное, Сикретом было бы неплохо. Сейчас забрать. смотрю на творц гирокоптера который разгоняется сумасшедшей скоростью 7400 уже усумаил и он продолжает фармить фата на второй строчке должны забирать сейчас вышку как-то отметил до фортификейшн не уж этот я думаю не буду здесь драться и г просто так нажали чтобы выиграть немного времени но ты знаешь пока все вот это происходило пока они втроем там долго-долго ловили этого артура забирали тавр преимущество вига не на секунду не ну не на тысячу не на копеечку не уменьшилась даже увеличилась потому что остальные герои фармили полностью был зачищен чужой лес нижняя линия оформилась ну и вот он уже black king bar имеется ой как красиво так привет сколько демиджа с руки это ведь у гормак был это наверное самый жирный сейчас герой на карте он рассыпается на кусочки плюс 137 в это время с вопросов соло ломает т2 нажали фортификейшн с отступает может быть даже используя таймлапс да потому что хитпоинтов почти не осталось подходит на ябдок потянули а тут сайланс есть у него есть сайланс это пока дроп аегиса но его попытается затаймить в стрелу смотрим ах пиво все таки это сложно сделать очень сложно все таки как я уже отмечал анимация аегиса она не так часто происходит ты не можешь это натренировать да и действительно отсчитывать вот эти вот секундочки еще и надо рассчитать же время пока летит стрела если попал это был действительно очень красивый пупей но должен быстро умирать он здесь так и будет свап свап стан и просто аннигиляция пупей от стопа был сумаил да блин ему какого героя не дай человек бегает он стоп как это вообще работает я не могу понять хвост отмечал то что сумаил по моему заработал уже шанс поднять второй раз аегис над головой крит рядышком стан неплохо калдаун по двоим ставится там бат который нас спасает хороший блэйдмейл от айса много дэмэджа он раздает пошла коса выключили из файта зомби но тем временем дабл килл от сумаила дальше дальше за медвана мне будут нации иллюзии просто прогоняет отсюда по крайней мере ты знаешь это размен двух саппортов уже забрали это уже хорошо блэйдмейл неприятная штука но там не было артизи который в это время просто и пушит топ уже готов shadow blade у него почти пятнадцатый уровень у артура все замечательно все как рейджер который где-то дважды там убили не особо это влияет в принципе на геймплей за этого героя не особо это влияет на ситуации для и г ну все очень четко пока у и что делать когда появится блэкинг вары на все на дровке на гирокоптере и на вивере пока они будут нажимать 3 бкб у тебя в команде некрофос рубик о гормак и тинкер что ты должен делать в пойти в этот момент я думаю бежать но фир хлопает в ладоши когда смотрит эту игру крит приобретает влад мир с первым артефактом добавляет еще ауры прекрасно просто прекрасно реально вот выбор артефактов здесь он настолько казалось бы очевиден но до него надо еще дойти когда я уверен что я росла который может смотреть эту игру который всегда был фанатом влад мир со сейчас одобряет эту тему потому что ну ты у пацанов и так много дэмэджа ты свои винты добавляющим еще своей аурой а еще ты возьмешь талант на ауру еще у тебя есть влад мир а еще ты будешь давать потом ауру с пайпа еще ты будешь давать пайпу щиты полезны даже если тебе не дают нажать ни одну кнопку оправдали хождением на карте ну вот рядышком с файтом приносишь очень много пользы ну что на центральной линии не подпустит пошел онлайн что пытается кого-то поймать и поймает слайя ну это такой фраг знаешь 2 400 нетворца не так страшно с по рядом с купе о чем стоять а яндр и пошел мультикаст и я должен погибать нет там апс телекинез а просит его под vision фейтболт о ракетка латер хороший кстати правда несмотря на то что он идет по пятом месте по на пятом месте по ндворцу все-таки поймали вот так вот убили это значит что агрессии по крайней мере ближайшую минуту от егэ не будет. Коптер с даггером и БКБ. Вот он, вот он, вот она новая мета. Вот они правильные тренировки. Гирокоптер с даггером. Окей, смотрю. Как больно, как больно Пупею, как больно Пупею. Просто разваливается. Пошел колдаун. Расстреливают Эйса. Ничего он толком не может сделать. Включил блейдмейл. Поздновато немножечко. Эйс должен погибать. Гадлайк уже. Сумаил просто рассыпается. Люди вокруг. Это гирокоптер с даггером. Где такое еще увидишь? Это не гирокоптер с даггером бить, прости. Это Сумаил на гирокоптере с даггером. Сумаил? Это просто Сумаил с даггером. Неважно, какой герой. Ой, ой, Флай, Смоук, что-нибудь сделайте! Смоук! Да Смоук же, поздно! Нормально, что ты, Флай, две семьсотные творца. Пусть умирают. Ему резаться там 30 секунд. Они за это время сейчас еще фармят, походят. Подожди, кто его мог засейвить? Давай думать. Смотри, может был какой-то свап, потом хил, потом еще что-то. Да, да, да. Слушай, вот это плохо, вот это очень плохо. А что это было? Заигрался. Пошел вражеский хендшинтов фармить, хотя стоит здесь вижен. Очень хороший вижен. И Артизи решил свой лес потом зачистить, наверное. Потому что он полный. Смотри, весь лес наполнен крипами. Но он решил побить вражеских. Но это на самом деле такой себе был момент. То есть если на топе, когда его убили, это не самый крутой был вариант, то сейчас мы понимаем, что Артизи реально прям вот на ровном месте встрял и отдал просто лишних денег своему сопернику. И времени, и времени, что самое главное. Все-таки отрыв у ЕГ пока не такой большой, несмотря на то, что... Ябзуар очень наглый, но он с шипучами. Он отступает. Арл залетает. Пошел в фейтболт. Разберутся здесь. Венджевоу спирит. Заходится Майл. Нажимает кэлдаун. Очень больно. Эйс нажимает лейтмейл. Раздает дэмэдж. Фатта делает лип. Флэг в него все еще летит. Фатта должен погибать. Но он спрятался в Мунлайт. Эйс отправляется в таверну, но с собой забрал зомби. Так это прекрасно. Два фрага. Тинкер здесь. Могут постараться забрать еще и с Фос. Майл просто с блинка врывается в контратаку. Будет пытаться запокусить Мидуана. Почти это вышло. Сделайте шикучами этот обзор. Как же он мешает-то, а? Вот-вот. Пошла битва. Пошла драка. Сикрет. И начинает огрызаться. Он говорит, не-не-не-не. Вот просто так-то ж не возьмешь гирокоптером вот это с блинкдаггером. Но пока сейвит тинкера. Ну и конечно ворованные шикучи на рубике делают свое дело. Ну рано или поздно он должен был их отдать. Это невозможно не отдать им эти самые шикучи. Его фокусить тоже очень сложно. Ты тоже должен думать по поводу вижена. Засканили. Есть баунти-руны. Можно проконтролить. Баунти-руны пролежало, если что. 4 минуты 45 секунд на нижней линии. Сейчас через 10 секунд появится еще одна. Оп! Артизи. А это уже, господа, фидом называется. Ну а что? До появления Блэкинг Бара он будет очень уязвим. Да. А по одному ходить вообще ни в коем случае никуда Артуру сейчас нельзя. Сикрет отыгрывает абсолютно все. Они сейчас заберут этот тавр и они выйдут вперед. Они выйдут вперед по фарму в этом матче. Хотя после того триплкила в исполнении Артизи и Сумаила казалось, что сейчас просто ЕГЭ начнут наваливать и по всей карте ловить. А геймплей за Дроу Рейнджер последних пару секунд был, скажем так себе, сомнительным. Ну да, сделать он ничего не может. Правда, на него выходят три героя. Что он тут может сделать в принципе? Это если гирокоптер нажмет БКБ и просто будет улетать. Это одно. Но он же не гирокоптер. Я к тому, что он в миде сделал даблкил, пошел в чужой лес. Убил одного Эншета. Его убили. Он 50 секунд просидел в таверне. Потом 20 секунд он бежал на нижнюю лизу. Его опять убили. 50 секунд опять сидит в таверне. То есть не самые приятные три минуты в жизни Артура Бабаева, конечно, только что были. Но нужно ему как-то собираться. Он летит к команде и вместе с командой будет на топе что-то придумать. Фата минус две вышки. На центре. По-моему, будет какая-то стычка у нас. Мидван притаился рядом Пупей. Пошел Флай. Не, ну лицом танковать рановато. Флай не настолько жирный. Мидван. Пошел рассказ. Флай еле живой. Мидван далеко. Мидван далеко. Мидван далеко. Можно в него вкрыться. Но его не видал. Надо Мидвана добивать под тампой. Мидван погиб. И это проблема. Коса полетела в Крита. Не добила. Крит живой. Крит по-прежнему живой. Только сейчас Крит зажался. Его убивает. Мидван сделал байбэк. Мидван уже в драке. Сфот убивает Фату. Тем временем байбэк начнет Трита. Фата тоже байбэк. Абсолютно все выкупались. Этот замес будет продолжаться. Артизи едет. Живой рокет. И летят Артизи. И еще одна ракета летит в Артизи. Артизи погибает. Даблкилл Мидван после байбэка. Можно отметить Рубика, который своровал тамбу и поставил ее. Она очень сильно зарешала. Пришлось отступать. Бежать. Отстреливаться от этих зомби, которые тебя замедляют. И дают вижн, что самое главное для Тинкера, который спамит ракетками. Ну, смотрим. Сфо заденает хорошему вышку. Потому что Фата ее сейчас расстреляет за секунду. Так и происходит. Рошанчик. Три вышки для Фаты буквально за две минуты. И действительно Рошан стоит. Ждет, кто к нему придет. Левел 20 тем временем появляется у нас Усумаила. Плюс 40 мувспида добирает себе мидер команды Evil Geniuses. И Артур продолжает сидеть в поверне. Ни в коем случае мидвану нельзя сейчас подставляться. Он после байбека. Если его выключат, они будут готовы зайти на хайграунд. Забрать Рошана и просто идти. Пошли жуки. Линка есть у СФО. Он ничего не боится. Ну, кроме, конечно, встречи с четырьмя героями. Купе это он, наверное, один на один размотал. Но вот Тинкера приветствует с Фаты. Он никак не хотел. Ну и наконец-то мы дождались того самого матча, где просто лютейшая заруба. Если на первой карте было немножко не так. Ну, хотя сегодня, наверное, первая карта матча BGG с Шторм против OG была. Тоже довольно неплохой. Но тут прям вот до последнего момента, я думаю, будет сложно что-либо сказать. Там на топе сейчас может быть интересный врыв. Секреты. Смоуки. Секреты хотят поймать. Хотят поймать. Хотят поймать. Поймали. Читбарыч пытается за фокусить. Ставится тамба. Вторая тамба тоже стоит. И лучше, наверное, EG здесь отступить. Пупей спрятался в мунлайте. Неужто по нему нет вижны. Смотри, зомби. Зомби, которые замедляют. Сумаила. Он убегает отсюда. Работает. Игнайт. Arrow на ход. Попадет ли? Arrow прилетает рядом. Не падает. Слай. Отправляется в таверну. Зачем они пошли драться в меньшинстве? Я не знаю. EG делает серьезную ошибку. И просто вот этот свап Пупея. Когда казалось бы, пацаны, давайте свапнем вот этого самого жирного. Мы постараемся его убить. Ты видишь, ты его не можешь пробить уже. Они его убили бы, если б был Вижен. Не было ни дастов, ничего. Пупей просто оказался в мунлайте. И пешочком такой выбрался из этого замеса. Но должны забирать Рошана сейчас. И вот эта ворованная тамба, который второй раз ломает просто ход файта Рубик. Он просто ставит тамбу и говорит, ребят, ну давайте на равных, как бы говорить. Редко мы видим этого персонажа, но хотелось бы видеть чаще. И от таких действительно мастеров игры на Рубике, как Яобзор, либо Джеракс, например. Это просто одно. Само заглядите. Они будут драться на Рошане? Конечно. Пока нет зомби, ребят. Выявляется зомби. Через секунду уже прилетит на Шрайн или на Т2, неважно. Он окажется файтом. Ну ты посмотри, Сикрет не хотят отступать. Они продолжают дышать. Флай бежит пешком. Флай бежит пешком просто. Почему пешком-то? Я не знаю, почему Флай бежит пешком. Нельзя давать Рошана ЕГЭ. Но, видимо, они смирились с тем, что все-таки будет Аегис и Сыр у команды Сикрет. Тинкер уже разогнался. Тинкер уже давным-давно с Аганимом. И Аганим пытается сварить себе Некрофос следующим артефактом. Ну, Рошанчик это, конечно, зря. Фата забирает Аегис. Ой, Фата, кстати, ты посмотри. Фата сейчас будет. Фата, шикарные артефакты. Монтай МКБ. Руна Хасты еще в Ботли. Есть Аегис, есть Аквилка. Это Мирана может натворить много-много шума. Абсолютно остановился фарм у Артизи. Он ничего не фармит. У него как было 10-тысячный творство 3 или 4 минуты назад, так они и стоят на месте. Ну что, Сумаил. Аганим есть. БКБ имеется. Много дэмэджа с руки раздаст. Но сейчас нужно молнии как-то собрать. Далеко-далеко-далеко. Глубоко заходит крит. Нет, у него нежно видит крита. И моментально ему надо убивать здесь. Ну, хотя бы показал Артизи. Ой-ой-ой. Бежать. У него Шадо Блэйд есть. Но если он выйдет Шадо Блэйд, он решил кастовать ТП. Мидван. Нет, Вижный. Артизи, улетай. Дать сюда. Конечно, понятия не имел Мидван, что здесь ездит Артур. Просто так получилось. Ну и моментально, кстати, Сикреты передягиваются на топ-линию. Два ТП уже ушли туда. Мидван тоже рядом здесь. Пытается пока Девардить. Мидван, понятное дело, что делает Шипстик следующим артефактом. Ну и с Хиггсом будет, конечно, намного-намного проще ему. Может быть, кого-то зацепит С4. Сбили Линку. Здесь еще Эйс. Решили не давать косу. Поняли то, что не нанесут столько урона, чтобы отправить его в таверну. Да. БКБ надо побыстрее Густаву. Как только появится у него Black King Bar, игра станет все-таки намного-намного повеселее для него. Он сможет на Тинкера, по крайней мере, садиться. Подбегать вплотную, кидать жуков и просто стоять и фокусить его. И Тинкеру ничего не сделать. БКБ появляется у Артизи. Наконец-то. Плюс 300 хп берет Пупей. Он и так жирный довольно. Сейчас его еще труднее пробить. Ну, наличие Monkey King Bar у Fatter, конечно, тоже большая-большая неприятность. Для ЕГЭ все-таки у них на данный момент артефактов на дэмэдж не так-то и много. Точнее, их нет. Они пока в защиту. Все играют. Абсолютно все. То есть, там 3 Black King Bar и Линкен Сферы. Это все, что имеется на самом деле. Ну, а тут уже Fatter, мы видим, готов где-то в драку запрыгнуть. Ой, как больно навалять. Ну что, пойдут осаждать Т2. Fatter вместе с Ace. Он с Aegis. Он ничем не рискует. Как больно делает Fatter-то, да? Под ладлас. Там, конечно, огромный дэмэдж. Там, если еще и лип нажать. О-о-о-о. Что там будет происходить? Сикретом надо поддавить. Они сейчас заработали очень хорошие для себя преимущества. Возможно, даже постараться осадить хайграунд с помощью March of the Machines. Чуть-чуть побить. Рановато, по-моему, на хайграунд заходить. А вот так издалека, издалека, издалека. Я имею в виду, не дайвить. Марши, вытянуть кого-то на себя. Все-таки есть Aegis. Есть сыр. Очень хочется как-то его реализовать. Очень хочется хотя бы на БКБ какой-то самоиловской поменять. Вот он свап. Он просто фуловый. Пошла драка дальше. Пока все живы, кроме Винги. Винга моментально, конечно же, погибла сразу после свапа. И два живой флай. Фата отбегает. Фата все еще живой. Фата пытается убить Espo. Фата теряет Aegis. И залетает. Там, конечно, последний Рокет. Летит он в PSP. О-о-о-о. Выжил. Уйдет, уйдет. Все нормально. Ну, в итоге дропнули АИС. Сделали минус два. Не так плохо. Вышку не потеряли. Потеряли только Vengeful Spirit. Но это разменная монета сейчас. Это шикарно. Это вообще божественно было. Сыр Aegis. Два хила на одну венгу. Браво. Единственная проблема, что Black King Bara теряют свои заветные секунды. Это да. Пока это единственная защита от Тинкера. Потому что потом он своим лазером с агонимом будет просто выключать всех героев Evil Geniuses. Сейчас спасение БКБ. Всегда говорят, что ранее БКБ это круто можно давить. Но ранее БКБ это иногда не особо-то и круто. Потому что когда ты доходишь до масс-пайтов на 45-ой какой-то минуте, начинаются лютые-лютые проблемы. Смаил. 23 уровень уже. Нулифаер пытается собрать Артизи. Ух ты. Ух ты. Нулифаер сходу. Ну а что делать? Ну какую-то бабочку бы здесь не помешало. Я понимаю то, что у Патмы уже есть МКБ, но тебе надо бустить команду. Такое. У тебя куча героев, которые наносят урон с руки. Просто нулифаер настолько великолепен. Ну это реально просто минус-герой. Это в любом случае моментальный минус-герой. Это под свап. То есть они хотят делать свап. Нулифаер, до свидания. И никаких яулов, ничего прочего. Ты просто начинаешь фокусить. Того же эйса выключить можно в 10 раз быстрее из файта. Это намного важнее, чем даже того же Тинкера. Если ты выключаешь Некрофоса, мы видели только что в файте. При том, что Некрофос еще скушал сыр. Все равно, как только он пропадает из файта, все, жизнь становится в 2 раза проще. Пупей. Элемент вообще без печали. Просто готов бегать, поисчекать абсолютно любые хэй-граунды. И тут же Смоук. Тут же Смоук от ЕГЭ. Хороший план. Хороший план от американской команды, которой играет аж один американец. Стандартная американская команда? Да. Так, ну что, поднялись. Минута до появления баунтерона. Может быть опасно, может быть опасно. Здесь рядом. Вот он, вот он эйс. Эйс пытается спрятаться. Получается там очень больно. Есть ГОС. Включает он Блейденейл. БКБ Самаил потратил никуда. Вот он с блинка пытается еще догнать. Но эйсы запакусят. Опять-таки. Ну ладно, у Самаила уже 50 кухня. Очень много потратили. Нажали БКБ на С4. Сейчас, возможно, даже контратака будет так и есть. Или Кинес пошел. О, еще Крита потеряют. Ну, Пупейс. Танчик пошел. Проблемы начинаются у Флая. Стрела залетает. Появляется тамба. Это еще и плюс 200. Слушай, это очень дорогой фраг на Некрофисе. Очень дорогой. Да, два саппорта. Плюс тамба. Плюс Смок. Плюс БКБ на Сумаиле прожатые, на самом деле. И на Вивере тоже. Не самый крутой момент. Тут с тобой соглашусь, конечно. Но Смок есть Смок. Хотя нашли бы двух, было бы круче. Кинкер. Прилетел. Получится ли его поймать? Пошли Жукими. Медвана видит. Нужно давать лазера. Там линка не получится. Нет, дэмэджа не хватает Югера. Нужно какой-то МКБ. Нужно что-то, чтобы сбивать такие наглые тп ауты. Но вот совсем чуть-чуть. Буквально двух ударов не хватило ему. Тинкер-то жирнее. Вряд ли станет в ближайшие пару минут. Ну, может Шиву купить себе. Вот так. Шива, кстати, у него-то была. А он БКБ покупает. Он просто покупает БКБ. И теперь МКБ не поможет. Даже если оно появится. Ничего не поможет здесь. Это магический баш. Но все равно основная-то суть в том, что рано или поздно, рано или поздно в этой игре Тинкеру придется выдержать как-то вот этот дэмэдж там от Сумаила и от Артизи с рученьки. И тут БКБ тоже не особо поможет. Посмотрим. Сложная игра. Сложная игра для Медвана. Ничего не скажешь. Ну, легко не бывает. Простите, это Main Event International. Здесь вообще легко никому не бывает. Ну, кроме Liquid. Этим всегда легко. Не, ну, их еще ждет впереди, я думаю, всякие препятствия хорошие. Под названием Paris Saint Germain LGD. Как минимум. На завтра-завтра смотрим вечером Paris Saint Germain LGD. Против Liquid полуфинал. Ну, а потом OG против победителя вот этой пары. Так. Расставляются ворды. Крит. Готов свапать, если что. Худ. Владлер. Ну, вот пайп. Собрать пайп. Перед свапом просто нажимать. И команда твоя защищена. Да, да. И ты, глядишь, больше можешь втанковать. Там, кстати, Ghost появился у Ябзора. Может немножко поменять ситуацию. Нужен Pigeon. Ябзор знает, что здесь. Все, все, все. Они все прекрасно понимают, EG. Потому что вот этот выход от Рубика все спалил. Продолжает стоять на хайграунде. Если вдруг сейчас Secret ошибутся и пойдут на этот хайграунд, это будет конечное. Их тут так разнесут через silence-дровки. Какие же нервишки сейчас у одной и второй команды. Не, не, не. Сюда и тени. Они прекрасно понимают. Они все прекрасно понимают. Они знают, где EG. EG знает, где секреты. Они прекрасно понимают, как должно выглядеть. Ставит Vision. Есть. Тут BKB, BKB. Есть. BKB. Артур должен включать. Потом BKB. Разорвали крита. Пошел damage. Cooldown по троим. Сумаил разваливает очень сильно. Размен пока один в одного. Тоже погибает Тинкер. Это самая большая проблема. Ябзор отгоняет. Сумаил расстреливает. Коса не топила. Артура. Тут же летает. Ябзор. Ябзор надо как-то добивать. Блинкаут он делает. Два байбека было сделано. И бежать EG отсюда миллион денег они заработали. Кажись. Да. Байбек от Тинкера. Байбек от Огрмага, если я не ошибаюсь. И при этом смогли убить только Vengeful Spirit. Не очень удачная драка для Team Secret. Классная тамба на хайграунде, с которой было невозможно воевать. Ну и подловили. Вот. Опять эта винга. Опять этот свап. Вот почему этот персонаж сейчас так актуален. Ты просто спасаешь кора из любой передряги. Даешь ауру. И больше ты не нужен. Ну и великолепно отыгрывает Крит. Что не сказать. Ловит в любой момент. Мы сколько раз уже видели, когда он и сейвил, и нападал. Активно. Еще и мудрился даже выживать после таких атак. И всегда, даже когда он свапается в самый ад. Куда-то там внутрь команды соперника. Он в любом случае выдает минус армор. Выдает стан. Погибая винга тоже полезно на самом деле. Мы это прекрасно понимаем. Так что... Хороший выбор. Хороший герой. Хорошее исполнение пока. Классный матч. Реально очень классная игра. Я надеюсь, все, кто остался до столь позднего часа и смотрит этот матч, он не пожалеет, что остался с нами. Все-таки напомню, сегодня спать категорически запрещено. Virtus.pro против Минески в битве за жизнь. Буквально через несколько часов начнется этот матч. Один из самых важных матчей, наверное, в году. Что дальше у Сумаила? Давай подумаем. Но молнии планируют. Сатаник у него уже есть. Его не так просто пробить. Все здорово. Аганимчик будет настреливать, даже если он будет находиться в стане. Какой-то риген будет. Ну что, может быть, смоук какой-то. Рошан появился. Третий с рефрешером. Ой, слушай, а рефрешер шар, та штука очень-очень неплохая. А кому? Зомби? Две тамбы? Я не знаю просто... Мне кажется, больше два БКБ каких-то для Сумаила. Что-то такое. Так, тут, возможно, стычка у нас сейчас будет. Видит Пупея. Ой. Эспался спины. Эспался спины. Эспался спины. Жуков туда просто... Пошел. Пошел он бис. Есть варды. А спалились? Вам спалились? Не-не-не. Ни одни, ни вторые, по-моему, не знают. Ни одни, ни вторые не должны знать. Заходит Прошпит. Еще один Сентрик. Не видят. Ух ты. Обцов не хватает. Очень сильно не хватает сейчас обцов. Сентрики есть. Очень много маяков. Знает, где Мидван. Знает, где Мидван. Понимает, что он тут не один. Понимает, что команда рядом. Знает, где соперник. Секреты тоже приблизительно догадываются, где Evil Geniuses. Они знают, что они пытаются друг друга поймать. Нельзя, нельзя подниматься на хайграунд. Вот он. Запрещено. Рид. Техноу. Вей оф террором Рошана. Та самая ситуация, когда и одним, и вторым на хайграунд нельзя вообще ни в коем случае. Стойте на горе. Нельзя, на самом деле, Тинкеру. Он байбэк делал. Да. Если он каким-то чудом сейчас погибает, это может плохо закончиться для Team Secret. Arrow пролетает, зная то, что в Рошпите никого нет. Эйс пошел наглить. Останавливает по крипов. Нормально. Он знает, что команда с другой стороны соперника. Вот он, Артизи. Артизи. Вообще без печали. Артур, ты что прикалываешься? Свап. Это что сейчас было? Запрыгивает сюда Сумаил. Пошла драка. Есть кулдаун. Все разбегаются в рассыпную. Коса полетела. Коса добивает Вингу. Винга будет отдыхать 80 секунд вместе с Артуром. Добивает, конечно, Пупейну. И, наверное, надо развернуться и убежать. Эйс, а ты тут не поймаешь. Очень странный мув от Артизи. Так в наглую спуститься на центральную линию и просто стоять вплотную и бить крипов. При том, что если бы он хотя бы вышел прямо на линию, а не стоял за деревом, он бы увидел этого Угрмага. Но он стоял прямо так за деревом, подошел в наглую пупель, такой вплотную и говорит, на, держи, дружище. Ну и, на самом деле, со свапом там что-то подзатянули. Да. Долго, долго. Я думал, что это какой-то план. В какой-то момент, когда били Артура, я подумал, слушай, может, у него заканчивается Эггис, потом думай, стоп. А Рошан тут уже стоит. Да, что за... Как это вообще работает? Ну, то есть, я не понял вообще, что произошло. Мне кажется, они сами не поняли. Может быть, был какой-то план в этой ситуации. Может быть, слишком поздно увидели, либо там камера была где-то либо в нашей студии ребятки разберут это, если будет у них времени. Конечно, время тут на International не хватает для того, чтобы разбирать интересные моменты, потому что слишком много всего интересного происходит. Ну и быстрые пересадки. Да, да, да. Очень быстро стартуют следующие матчи. Так, Esfo. Почти 24-й. Почти 24-й уровень. Скор 25-й. Будет очень быстрый, либо возьмет дополнительную атаку Ximinate. Хотя, я думаю, что MoveSpeed как-то интереснее смотрится здесь. Ты можешь и Мидуана нагнать. Телдаун пошел. Это просто чек. Зацепили. Аро будет? Есть. Флай. Свап. И обзор. Как у него много. Ставится тамба. Флай сейчас погибнет еще одна тамба. Две тамбы. Надо быть поосторожнее. Здесь с ребятами Secret. Но что Флай еще сделал байбэк, он может поставить третью тамбу скоро, если умрет здесь еще раз. В итоге драка за Рошана. Я обзор. Я обзора не видно. Я обзора не видно. А он дает Vision. Отпрыгнул. Лучше бы стоял. Ну заканчивался Moonlight Shadow. Что? Ну почему они без дастов? Ну ладно. Это не важно. Слишком, слишком поздняя часть игры, когда уже от каждой драки. Вот они дасты моментально приобретаются критом. Скоро прилетят сюда. Две тысячи преимущества и Wild Genius. Они заберут этого Рошана. Secret вряд ли сюда пойдут. Не должны, не должны Сикрет. Ставу флай по тамбе. Она скоро должна откатиться. Секунд 20. 30 секунд тамбы. Вот без нее заходить вообще никак нельзя. Ее нужно будет воткнуть в Рошпит. Чтобы Secret не могли забрать сюда и поломать ее. Всегда можно сдохнуть. План Капкан. И ладно. Я знаю, что ты любишь так играть. Как бы взял зомби вот этот. Это же так. Понимаешь, это герой. Вот два героя Warlock и Zombie. Они придуманы просто для того, чтобы умирать. Это смерть во имя добра. Это всегда хорошо. Для суппорта пятой позиции. Fly. Always wanna fly. Это же супер стратегия. Always wanna die? Always wanna die. Ну, флайчик вчера прекрасно показал. У человека 100% винрейт на Undying на этом турнире. Если что, 4 игры, 4 победы. Пошли. Evil Geniuses. Аааа, секрет, секрет. Знаю, что в родинке граунде Крит. Крит далековато идет. Ябзор пританет. Надо Ябзора свапнуть, убить моментальный. Ябзор. Принкаун делает. Он успевает заветить. Куда ты идешь, Артур? Есть свап, сейв от Артура. Все нормально. Пошел дейтнайл. Голдаун. Фата. Надо убежать. Пошел первый лип. Боже, они все сыграли шикарно. Стоит Тамба. Ее поломают. Как идти сейчас драться на Рошана, если будет спамить Тинкер нон-стоп? Вышку тоже поломать не удалось. Пошли. Быстро. Под минус армор с Сатаником. Сумаил. Должны добивать Рошана. Не успевают сюда Team Secret. Это рефрешер. Это Аегис и это Срок. С4 забирает Аегис. Может играть чуть агрессивней. Уходит отсюда. Зацепили. Это не та цель. Можно просто продать, а можно и подраться. Сейчас Тамба будет. Сейчас будет Тамба на проходе. Все нормально. Остальные не пойдут, скорее всего. Эйс. Залетает к нему Хоминг Миссл. С4 тут же. Там поймали Пупея. Развалили Пупея моментально. Эйс, ты куда пошел, братан? Там очень больно. Артизи делает даблкил. Будет ли погонять С4? С4 может постараться, конечно, догнать кого-то. Но Фата уже не здесь. Еще нет 25 уровня, поэтому догнать не может. Прапал бы шикучий и, наверное, смог бы догонять. Но, опять же, фиксировать пока нечем. Очень странный заход от Сикрет был. Нагло они сыграли против Аегиса. Убили, конечно, в очередной раз зомби. Но это зомби. У него 3-4 стены творца. Толку его убивать? Он после байбека, конечно, долго в таверности. Его не надо убивать. Он там был с умом. Не трогайте его вообще. Так он подставляется постоянно. Не трогайте его. И лучше бегать его. Лучше в ГОСТ куда-то спрятать, чтобы не трогал его. Если как-то можно это сделать. Просто не трогайте его. С него начинаются самые плохие драки для соперников, скажем так. Ну, на самом деле, потеряли только Эйса и Пупея. Я так понимаю, сыр не выбили. Правильно? Сыр не выбили. Я не видел даже у кого сыр. Сыр выбили. Выбили. Не вижу сыра. Не вижу рефрешер шарда. Где-то они, наверное, спрятаны. Либо были заюзаны. Не вижу тоже рефрешера. Я тоже не вижу. Возможно, его даже использовали. Может быть. СФО пытается фармить 25-й. Самая малость остается. Слишком сильный буст это для вивера. Вот этот мувспид. Когда саппорты вообще не имеют возможности от тебя оторваться. Ну, и он, если не ошибаюсь, играет без диффузов. Только с талантом. Без диффузов, да. На выжигание маны. Ну, диффуза они тоже помогают цеплять. Ну, у него есть нули фаер. Штука тоже хорошая. 3000, кстати, на руках. У СФО. Я не думаю, что есть смысл тут брать диффузо. Уже, наверное, нет. Хотя мы видели много раз, когда люди просто убивают. Проблема сейчас в том, что Артур бьет бой. Вы посмотрите на стату Сумаила. 11.0.15. В золоте купаются люди, которые его фэнтези сегодня пикнули. Умирать ему ни в коем случае нельзя. Нельзя ему умирать. Если он погибнет... А, нет. Я пошутил. Не купаются в золоте. Купаются те, кто пупее пикнул. Другое вещество. Мета-саппорта. Мета-другое вещество. Хорошие шутки от Витина пошли в 2 часа ночи, да? Почему бы и нет, как бы. Я долго терпел. Долго терпел, действительно. Да-э-да-луз. Появился только что у Сумаила. 11.0.15. 392 убитых хрипа у Сумаила. Появляется Дейдаус. Очень много дэмэджа у него. Очень много дэмэджа у Артура. 25-й левел у Вивера. Теперь поймай меня, если сможешь, эта игра называется. Да, носится он жутко. Его действительно сложно остановить. Ну что, готовы к заходу на хэкграунд, что ли? Артизи бы 25-й тоже апнуть. Ну, а Эггис бы реализовать. Нет, против тикера не зайдешь так на хэкграунд. Надо его где-то убить в поле и только после этого заходить. А если он не выйдет в поле? Та самая бесконечная игра? Та самая бесконечная игра. Добро пожаловать на International. Меня зовут Виктор Волков и мы с вами смотрим Dota 2. Не, меня проклинать будет, потому что все, наверное, ждут Virtus.pro, а у нас как бы Virtus.pro не начнутся пока. Ты посмотри, какая игра. Игра замечательная. Вы что? Реально шикарный матч. Просто шикарнейший матч. Вот такие игры хочется. И смотреть абсолютно весь турнир. 47-ая минута игры. Счет 30-30. Да, у EG преимущество. 7000 лишнего золота у них, если сравнивать их с секретами. К 50-й минуте это не так много. Это неважно, да. Да, 7000 золота. Ну что это такое? Это копейки. Мне кажется, сейчас если убьют гирокоптера, там с него сорвут как раз весь этот куш. Приблизительно так, да. Но гирокоптер умирать не хочет. Вообще никакую не хочется умирать здесь в Сумаилу. Я его прекрасно понимаю. Так. Куда пойдут Ягер? А Т2 все еще есть, да, на топе. Я думаю, что это как раз таки идеальный план. Сейчас нужно контролить баунтируны. К 50-й минуте забрать Т2. И уже будет неплохо. Да, пока вот не спеша, не спеша. Я думаю, что они через бэкдор протекшн пробьют, если все скинутся по дэмэджу. Не спешат, не спешат. Заходят за вышку, стоят прямо здесь и пошли с Артуром бэкдорить. Нормально. Не проблема сейчас это бэкдор протекшн. Да. Когда у тебя столько дэмэджа с руки. Если бинга имеет 250 почти. Что говорить о корах? Может зайти по двум как-то линиям. Вот надо, надо ЕГЭ придумать какую-то ситуацию. Они прекрасно понимают. А так же идут маяки, что у нас база там пушится немножко. Не-не-не, они сейчас все сделают грамотно. Ну, кому-то придет слететь. Ну, винга улетела. Я вообще думал, что они сейчас остановят две пачки крипов и линия сама сюда придет. Но... Ну, без винги как бы нельзя драться. И это шанс для Сикрет. Моментально, моментально выходит Сикрет. Они прекрасно понимают, что крита здесь нет. Криту надо бежать сюда каким-то чудом. Сикрет вы куда пошли? Вы же знаете, эти были только что. Они пошли ловить крита, который сейчас пойдет в команде. Вот это поворот, на самом деле. Это план. Сикрет. Сикрет ждут. Сикрет ждут. Пока в смоке они. Вот он. Онлайн шедл. Какая встреча сейчас будет. Крит, 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 Крит. Стрелу он увидит. Тут же Сумаил. Сумаила видит. Сумаила поднимает. Сумаила пытается накрыть. Сумаила накрывает. Сумаила не будет. Сто секунд нужно делать боебек. Сумаила не будет поражать драку. Но нет. Крит погиб. И никто боебаки делать не будет. Хотя драка продолжается. С4 и Флай здесь. Мидуан делает ТП-аут отсюда. Мидуан улетел. С4 пытается ловить людей. Флай куда-то убежал. Вообще в другую сторону. В таверне сидят люди. Тут цепляет еще С4. Никто не выкупается. С4. Таймлапс. Улетел подальше. Очень шустрый. Убегает отсюда С4. Я думаю, Мидуан его не настигнет. Очень странный мув. Они решили еще какую-то драку навязать. В то время, как у них Сумаил в таверне и Винга тоже. Но выкупаться все равно придется. Потому что к хайграунду сейчас подойдет Сикрет. И пуш-потенциал у них очень хороший. Там Фата под ластом эту вышку с землей сравняет за несколько секунд. Ну и можно выкупаться. Да, да, да. Должен Сумаил делать сейчас байбэк. В любом случае нет у них глипа. Уже нет. Сейчас завязает. Смотрим. И как же Сикреты переворачивать? Сикреты могут сейчас снизить в сторону. Пошел свап. Нужен моментальный. Где байбэк? Где байбэк? Где байбэк? Почему крит просто отдался? Свап. Ой, вниз Артура. Поймали. Артур сто секунд. Сумаил не выкупается до сих пор. Падает барак первый. Конечно же это не проблема сейчас. Сумаил по-прежнему не выкупается. Крит уже не может этого сделать. Странновато все это выглядит. Я понимаю, что решили разменять одну сторону на байбэк. На байбэк Сумаила будущий? Да, да. Тогда непонятно немножко зачем Артур. Зачем было врываться в принципе? Зачем было байбэк и так далее? Уже отдавать сторону? Наверх, наверх, наверх. Они не собираются отсюда уходить. Они собираются прямо сейчас нажимать команду Evil Genius'а с Аркизи. Здесь 8 секунд. 40 секунд без крита. Да, и это огромная проблема. Потому что нет ауры. Потому что нет свапа. Нет стана. Пупея настреливает. Вот нечем законтролить. БКБ Артизи уже прожал. Сумаил только сейчас появляется. Фату расстреливает. Фате очень больно. Фата Юзайт пытается уйти. Вот он Сумаил ворвался. Расстреливает людей с БКБ. Пошел кулдаун. Расстреливает так же он. Пытается и Пупея, и Эйса. Расстрелял. Пупея расстрелял. Фата расстрелял. Это минус 3 на пустом месте. Сумаил забирает даблкил. В сторону задефли. Одна сторона. Ну что, теперь контратака. Теперь разводить Фату на байбэк. 90 секунд будет сидеть, наверное. Топ отпушен. Но топ успеет отпушить здесь Тинкер. Определенно. Сумаил пошел. До Блэкингбара 45 секунд. У него есть в запасе байбэк. Купить он очень хочет Линку. Наверное, надоело ему. Это коса, который его контрит. Ну и вот сейчас идти. 70 секунд. Нужно разводить на байбэк. Ну что, побежал. Побежал дальше Сумаил по центру. Нет, они с командой сейчас перегруппировались. Неужели не пойдут? Тут есть целая минута еще в запасе. Идти в любом случае нужно. Но тут вопрос в том, смогут ли они вообще зайти против Тинкера. Несмотря на то, что всего два героя есть, все равно есть проблема. Надо, надо заходить. Однозначно. Причем желательно заходить по двум линиям. Есть байбэк от Айсан. Он понимает, что в любом случае ему придется выкупаться. Надо как-то засейвить хотя бы байбэк Фаты. Забегает с даблдэмэджем. Забивает Линку. Подняли. Боже. Нельзя умирать. Сумаил уже здесь. Расстрелит. Ой-ой-ой. Сумаил пол здоровья сам потерял. Сумаилу надо быть поосторожнее. Сумаил дает кулдаун. Такой больше защитный кулдаун. У него фулл хп уже. Все хорошо. Пошел расстрел. Зонит сейчас эсфо. Герои соперника от Барака. Вот бежали ЕГЭ. Стоит Тамба. Тамбу сломают. Понятное дело. Байбэк и выбили. Но это была задача максимум. Как мне кажется. Они не собирались здесь ничего сносить. Это так попутно пострелял Сумаил с агонимом по Баракам. Но и в итоге примерно равная ситуация у нас получается. Нет байбэк у Фаты. Нет байбэк у Артизи на Дроу Рейнджер. И наверное мы будем ждать очередного Рошана. Великолепно этот А2 на ваших экранах. Да, тут конечно А3 Генец. Этот Барак, который немножко не добили. Но, как правильно Витя сказал, не было цели добивать конкретно этот Барак. Вот во что бы это ни стало. А что у Сумаила по тревелам? Нет же у него тревелов, правильно? По-моему нет. То есть, ну он теоретически может умереть, сделать байбэк, тревела и прилететь. Потратить конечно какое-то время. Но опять-таки нужно это иметь в виду в команде ЕГЭ. Если график сейчас глянуть, он будет супервеселый по нетворсу. Туда-сюда, туда-сюда. Прям, ну то что и нужно в такой битве. Сикреты со всех сил стараются не упасть все-таки в нижнюю сетку. Очень не хочется туда отправляться. Но одна ошибка. Одна ошибка и тебя сносят. Байбэк у Тинкера имеется. Ладно, тогда две ошибки. Пока есть байбэк у Тинкера, у тебя есть право на ошибку, потому что Тинкер может дефать своими машинками очень-очень долго. Ну и 6 минут имеется в запасе до кулдауна байбэков трех героев команды Сикрет. Да, 4.30 это кулдаун байбэка Артизи. Так что будет там, собственно, где-то полторы минуты, когда байбэк будет у всех ЕГЭ, не будет байбэков в Сикрет. Опа, поехали. Смотрим. Все прекрасный вид. Еще и Сентряк ломает вражеский, а Светный Смоук. Смотрим, смотрим, смотрим. Пошла атака. Крит, нужен свап. Нужен свап Айса, нужен свап Айса, нужен свап Айса. Не видит Айса. Свап, пошел, цепляет. Моментально просто разрубили Рубика. Рубик байбэк. Рубик байбэк. У него не будет байбэка. Главное его как-то добить. Здесь все-таки байбэк дерется, как лев львивный, но не смог. Байбэка у Пупея нет. Рубик уже выкупился. Все меньше и меньше байбэков остается у Team Secret. Играть приходится аккуратней и аккуратней. Скоро появятся очередные баунти руны. Сильвер Рейдж хочет добрать Дроу Рейнджер. Дрошана тоже недолго. Я думаю, где-то минута осталась. Обрати внимание, как контроль от Рошана. Ребята из Evil Genius. У них просто висит курьер над Рошаном. Они не собираются... Выпускать вазы. Да, все нормально. Висит курьер, мы узнаем. Рано или поздно. 60 секунд без Климента. Тяжелых будет этих 60 секунд. Два гема есть в команде Evil Genius. Понятное дело, что гемов на данный момент нет у Secret. Есть AionDisk, кстати, у Некропоса. Не заметил этого момента. Покупает еще один гем у нас и обзор. Это все деньги уходят просто. Все деньги сейчас уходят в оборону. 54-я минута. Все линии подпушены. Успевают контролить и центр, и верх. На ботами чуть-чуть линия вышла. Ну и появляется Рошан у нас. Очередной опять с рефрешером. Быстро его забирают. Понятное дело, что Secret не готова сейчас давать бой. Ну и как поделится, мне интересно. Наедит Сумаилу. Рефрешер. Ну пока Крит взял, может кому-то отдаст потом. Сыр тоже я тут. Сыр, я думаю, для ESFO неплохо бы зашел. Но там, в принципе, не хватает. Да, вот сыр для ESFO. Пока без статка. Тапок ему не нужен. У него 3500 здоровья, так что сырок может зайти очень хорошо. И у Камо рефрешер? Камо рефрешер тоже в ESFO, нет? Сыр отдал венге, а рефрешер в ESFO, да? Где рефрешер? Потеряли. Гирокоптер. Хорошо. Два Сатаника, два БКБ, два блинка и еще Эгис можно Два колдауна можно, два флэка. Это очень, кстати, много. Да, это супер больно. На самом деле флэк это будет просто бесконечный. Так что важно все грамотно прожать. Ну что, на хайграунде окопались, Сикрет не спускаются уже оттуда давно. 12000 преимущества, 56-ая минута, но пока ничего не ясно. Дефолтная игра за Тинкера. В команде, да, ты все время можешь камбэкнуть. Нажимается Монлайт. Там, кстати, Патма уже 25-го, 24-го пока Монлайт еще не такой частый. Что, опять выход? Они же знают, что здесь интеракт стоит. Ну, неважно, имеется в виду, ты можешь вот эти ультимейты же нажимать фактически постоянно. Какой там левел у Мираны? 24-ый, 24-ый. Еще нет фанта. Еще нет фанта. Ясно, я понял. Тогда это слишком рано. Я такое заявление сделал. Сильвередж появился. Сильвередж, ну, тоже хорошо. В принципе, не столь важно, но хорошо. Ого, нагло. А что ему, боец? Все у него нормально. Получил мультикасс, постоял немножко. Таймлапс. Упал Т3. Самаил получает немного дэмжа. Включил БКБ. Простреливает Барак-1. Простреливает Барак-2. Все, уйти. Все, уйти. Великолепно. Насколько грамотно все было сделано. Просто тамба, они знают то, что у них вот этого урона с руки. Ты посмотри. Написалин Дрова Рейнджер. 500 плюс урона. Она просто заходит на хайкграунд, делает три дычки по Бараку. Так же делают тиммейты и Барак рассыпается. Не нужно ничего делать. Просто дождаться следующей тамбы. Подошли. Тут две катапульты работают и товар может просто пасть. Да, он сейчас упадет. Еще один удар. Нет, не дали. Это не важно. Это никак не мешает. То есть, это одна тычка в вышку и все. И ты спокойно дальше фокусишь Барак. Здесь фо закончится. Он прямо сейчас забежит под линкой и сделает эту тучку. Маны нету. Маны нету у Сумаилова. Проблема. Закупился он мангусами. Манги летят к нему. Со всех сил. Артизи просто иллюзией зашел и добил Т3. Со всех сторон душим. Кстати, действительно сейчас есть такая опция, что могут и по двум сторонам зайти ЕГ. Могут по одной навалиться точно так же, как они навалились только что. Три манга прилетают. Все нормально. Покушал хорошо. Сытый Сумаилыч. Я бы тоже от манга бы не отказался сейчас. От Сушеного, например. А Курьер Радианта погиб. Он летел туда, я так понимаю, чтобы купить кому-то то ли рапирует, то ли что-то такое. Ты посмотри, что он делает вообще. Он просто отвлекает. Ты посмотри, что он делает. Сфо. Тоже Сумаил на ХГ. Смотри. Хекс по Сумаилу. Тоже свап. Тинкера свап. Пытается драться. Очень много демджа. Тинкер погиб. Байбек моментально. Возвращается в драку. Будет драться. Проседает все герои одной и второй команды. Рубик очень битый, но все еще живет. Надбегает он Сумаил. Очень много демджа. Очень много демджа по баракам. Но есть пока клип. Все живы. Все живы. Все еще все живы. Никто не умирает, не хотят. Подходи к Сумаилу. Упали бараки. Ты не можешь просто подойти к этому гиролету. Он наносит невероятное количество демджа. Все встанет, конечно. Артизи. Расстреливает по троим. Газ. Нормально. Можно отбежать. Есть по всем абсолютно сейчас лазер. Артизи теряет Аегис. Драка продолжается. Артизи, извините. Сумаил потерял Аегис. Сумаил появляется прямо сейчас. И продолжается замес. Сумаил на нижнюю линию. Поджимает Сикретов. Под фонтан зажимает. Сумаил. Мега килл уже у Сумаила. Через три Картизи. Делает еще один фраг. Двух убили. Отгоняет под фонтан Сикрет. Сумаил едва живой на ботелях. Но все-таки уходит. А это уже не важно. Они сделали мега крипов. Сейчас остается голый трон. Вот и все. Запрыгнул Тинкер. Готов камбэкать. Получает Сайланс. Есть ли Блокинг Бар? Блокинг Бара нету. Погибает после байбэка. Ябзор. Ябзор до конца. Крид за ним. Артизи убил. Ябзор летает в Возбеке. Здесь Сло дерется. Масбайбэк. И пошли. Здесь Сумаил. Покажи войс Сумаил. Ты не выиграешь эту игру. Минус пять. Тимбайп КГ 2-0. Снова ревет стадион. Фантастически классная игра. Прям. Понятное дело, что расстроен Team Secret. Но очень долго готовились ЕГЭ к этому заходу на хайграунд. А получилось все настолько вероомно. Просто это тамба. Потом рефрешер. Еще одна тамба. Миллион зомби. Это при том, что Флай еще и не погиб. Там если бы нумер была бы третья тамба. Просто мастом Стоун и маст. Я не знаю как это описать. Но на самом деле весь вот этот сетап ЕГЭ, который они очень долго готовили к этому заходу. Он был идеальным. Вот они выходят. И благодаря публику, которая их поддерживала, Смаил идет первый. Но ЕГЭ в полуфинале сыграет против OG. No Tail против Флая. Ну это уже прям какая-то легендарная история. Хотя ЕГЭ сейчас и выглядит такой хорошей машиной, уверенной. Есть ошибки. На второй карте, наверное, Артизи пару-тройку раз загулял не туда и подставился. Было дело. Но в основном все исполняется очень на хорошем уровне. Да, ну что же. Это будет действительно супер круто. Это будет невероятный полуфинал. Ну а Сикретам желаем удачи в нижней сетке им играть против Вичи Гейминг в битве за вот тот самый. Вот тот самый Эггис чемпионов, который мы с вами видели. За нами собираются понемножечку те, кто будет поддерживать чуть-чуть попозже команду Virtus.pro. Следующий матч тоже будет крутым. Вы никуда не уходите. Немножко отдохнем после матча ЕГЭ Сикрет. Послушаем, конечно же, наших ребят на аналитике. Ну и очень скоро нас Витиль здесь сменит. Другая пара комментаторов и будет для вас комментировать Оптик против Сиренити. Ну а сейчас мы передаем слово Ивану, у которого все так же просто шикарные галстуки на этом Иванте. Не все видят низ моего галстука. То есть как бы кажется, что это просто обычный оранжевый галстук, но тут есть вот этот парень. Поздравляем команду Evil Geniuses. Они проходят в шестерку лучших команд этого турнира по сравнению с предыдущим годом, когда их ждал неприятный результат 9-12 место. Я напомню, Empire их выбили с турнира. Там у них, конечно, все не задалось. Сейчас все в порядке. 2-0. И первая карта, ну вообще, первая карта, которая у нас в плей-оффе перевалила за 50 минут именно в верхней части сетки, я имею в виду там, где Best of 3. И было напряженное такое противостояние. Битва что надо. Вообще, мне кажется, она могла бы, могла бы, могла бы закончиться чуть раньше, но Tinker. Тинкер, как обычно, умножает игру на 3 часа и так далее. Да, тут в этой игре до последнего было непонятно, кто кого выиграет и в плане с этим Tinker. Мне кажется, что Secret вот ошиблись. Вообще, такие игры вот тяжело анализировать, где куча фрагов происходит, счеты из разряда там 40-40, много экшена. Возможно, Secret, когда они сделали минус 2 в миде, это вот вроде 48-ая минута была, они поднимались на хайграунд, снесли мид и в топе им, наверное, стоило отойти, потому что тогда они втроем отдались просто так. Потом пришли EG, развели их на байбеке и там по графикам такой скачок резкий пошел. То есть они были плюс 6, байбекнулись, тут уже EG начали плюс 4000, и потом пришлось на базе просто ждать этих байбеков, зажали их. Это раз, а во-вторых, если вас убивает команда EG, то она сносит вам базу за 12 секунд. Если же какие-то игроки EG погибают, какие-то герои, то приходит Secret на вашу базу, и что у них, Tinker будет бить? Котик будет бить? Нет. Эти герои не сносят вам ваши Таура и Бараки, поэтому тут все было проще. Когда там ловили где-то Артизи несколько раз, ничего абсолютно не происходило. Да, поймали, сделали фраг, потом дальше все фармят. Ну, ничего страшного, игра чуть-чуть дольше продлится. Поэтому, действительно, хороший драфт от EG, хорошее исполнение. Сумаил очень большой молодец, вот этот блинг второй покупкой, вторым айтемом. И несколько раз он врывался прямиком на Тинкера, и это помогло им, собственно, во всей игре. Вообще, мы быть ему на топ-1 строчке по надворсам, и да, EG показывают, что могут. Ну, все равно, как бы, да, они без ошибок, и это решает. Когда у тебя герой умирает, а тебе, например, ты в ответку ничего не делаешь. Это в плане Мирана заходить на хайграунд, когда даже 50-ая минута, вроде бас должна соситься за секунду, но у тебя Тинкер – это не Тауэр дэмэдж, а Некрофос тоже сам, у которого там Блэдмэл и так далее. А у нас тем временем интервью с победителями, с Флайем. Поздравляем, спасибо огромное. Расскажи нам, пожалуйста, про эту вторую игру, чем она отличалась от первой игры. Вы немножко отставали, даже по ходу матчей. Немного побольше вас это заняло времени, чем на первой карте. Секреты отыграли просто шикарный матч на второй карте. Они постоянно пытались делать очень крутые мувы, блокировали наши мувы, и каждый раз они немножко вырывались вперед, и нам было довольно сложно контролировать игру полностью, так как мы хотели. Я думаю, когда они взяли второго Рошана, это немножко затянуло игру, и нам было очень сложно с ними драться. И если честно, они очень круто играли. Как вы думаете, какие факторы делают вас вот такими суперсильными, если смотреть на ваши результаты в групповом этапе здесь? Все в команде, конечно, очень скилованные игроки, в первую очередь. И, конечно же, у нас прекрасная синергия, мы верим друг другу, мы прекрасно играем. У нас очень схожие мысли по поводу игры. У всех нас мы объединены внутри игры, и мы смотрим на игру под одинаковым углом. Мы разговаривали с многими фанатами вашей команды, и чувствуется, что это домашний стадион для вас. Что ты хочешь сказать всем фанатам? Спасибо огромное всем фанатам, кто смотрит на нас. Действительно, я родился в Канаде, поэтому для меня тоже это домашний ивент. Да, я не жил здесь свою жизнь. Спасибо вам огромное. Все равно, что вы поддержите меня и наш коллектив. Мы чувствуем поддержку публики, когда вы болеете за нас. Спасибо вам огромное. Вас эта энергия заряжает? Да, действительно, действительно, мы чувствуем, она действительно нас заряжает. Это суперкруто. Все ждут завтрашней игры. Завтра вечером, последний матч дня. ЕГЭ против ОГЭ. Ты против Ноутейла. Твое мнение. Для меня это... Это профессиональный матч для меня. Я не буду смотреть на это с точки зрения персональной. Конечно же, очень много историй у меня с ОГЭ. Я буду настраиваться на игру, и не важно, с кем я буду играть. Я буду просто относиться к следующей смерти так же, как к обычному. Спасибо огромное, Флай. Обратно к вам, Вань. Вообще удивительно, как у них в семье... У Флая в семье профессионально относятся к вот этому... К этим всем событиям. То есть Флай ушел в Evil Geniuses, а его девушка долгое время была менеджером OG. И она осталась менеджером OG. И в рамках уже этого турнира, насколько мне известно, они практически даже там и не общаются. То есть в момент, когда выходят на какие-то публичные мероприятия, типа там званого ужина от Valve и так далее, она все время находилась рядом с OG. И у нас интервью с проигравшими. Тяжелая игра, Пупей. Тяжелая серия для вас, особенно последняя игра. Расскажи, пожалуйста, про игру... Про первую или про вторую рассказать? Можешь про обе рассказать, Пупей. Ну, наверное, больше про вторую. Вторая... У нас была хорошая идея, у нас... У нас был хороший пик. Но вивер нам очень сильно все испортил. Вивер нам просто испоганил весь наш драф всю идею. Мы уверены в том, что у нас было... У нас хватало атакспида, чтобы убивать Тамбу. У нас было абсолютно все хорошо, чтобы убивать Вивера. И у нас был хороший ласт пик, но... Ну, ласт пик нас должен был контролить, собственно, двух последних ласт пиков. Мы взяли Тинкеля, он контролил. Дровку и Гирокоптера было, в принципе, все по плану, но немножко не хватило. Давай вернемся к первой игре. Две очень разных игры. Первая игра для вас, в двух словах. Давай, убей. Первая игра... Ну, реально сложная была стоять на линиях. Алхимик не был особо проблемой. Алхимик — это, конечно, герой, который заставил нас играть под огромным стрессом, под огромным давлением. Это так всегда, когда играешь против Алхимика. Но мы проиграли все линии. И это проблема. Наш оффлейн мы проиграли, где не было абсолютно никакого фарма Уэйса. Да, Алхимик забирает абсолютно все руны на карте, забирует все руны игроки, и боковые линии очень сильно проигрывают, и ты не можешь справляться на боковых линиях. Мы действительно очень много проиграли на боковых линиях, поэтому проиграли игру. Двигаемся дальше. У вас день, чтобы подготовиться. Что будете делать до конца дня? Мы посмотрим, что это хорошо сработало для ЕГЭ. Мы посмотрим, что конкретно они сделали для того, чтобы заработать столько преимущества над нами. Они играли действительно бесстрашно как-то. Они очень мотивированы на победы, и, собственно, у них все очень хорошо. Нам надо посмотреть, как именно это делают, и как они идут в драке, не боятся. Они не боятся, что их увидят на вардах, как они прессингуют. Это супер важно. Они постоянно давят, и мы будем смотреть, собственно, за тем, как у них удалось нас переиграть. Спасибо, Климент. Удачи вам в следующих матчах на мейнстейже. И обратно к вам, Иван. Вот так вот. Чобра с английского Иван. Получается. Собственно, мне слово и передали. Ну, английский не знаю, но, наверное, да. Ребят, давайте последние мысли относить на матч Secret и World Geniuses, и будем потихоньку передвигаться уже к следующим встречам. Я хотел бы сделать вот акцент на то, что Пупей сказал в плане второй игры. То, что у них был вот Last Peak, очень хороший драфт. Так и произошло. ОГЭ забанили Бруду тогда, Бруда идеально заходила. И вот мы обсуждали, думали, что, может, Волк какой-то появится. Но Тинкер тоже более чем хорош тут был, его нечем контрить было. По игре там разочек, может быть, Вивер его нашел, там не хватало какого-то нулифайра. Даже так, что пришлось там Даггер Геррокоптеру, чтобы хотя бы как-то ловить этого Тинкера файта. То есть, например, первая и вторая игра, это две, ну, как бы между командами. Тут они очень хорошую работу провели. В первой все-таки, вот как он и сказал, они не линии проиграли, поэтому там по драфту именно проблемы были. Александр? Да мы все уже сказали, Иван. Действительно, первая игра была супер однокалиточной, а вторая, ну, ЕГЭ очень жестко адаптировались. Несмотря на то, что Тинкеры, несмотря на то, что Сикрет взяли отличный драфт, но ЕГЭ играют лучше, наверное, двигаются лучше. Вот как все и было сказано, они впереди на шаг всегда. Итак, напоминаю, что идет Short Film Contest, а именно результаты, главные чемпионы, финалисты и мы за ними сейчас будем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...